Доброе время суток, уважаемые подписчики и гости канала! В этом выпуске мы расскажем вам о будущих планах Electronic Arts и других интересных событиях в игровой индустрии за прошедшую неделю. А также мы начнем розыгрыш игры Star Wars Battlefront и надеюсь вам улыбнется удача! StarCraft 2 Legacy of the White в первые сутки продаж разошлась тиражом в миллион экземпляров. Разработчики поблагодарили фанатов за успешный релиз и сказали, что история StarCraft на последней части трилогии не остановится и будут дополнять сюжет игры. Фанаты StarCraft 2 разработали мод, превративший игру в шутера третьего лица. Проект называется Pseonic Warfare Total Destruction, в котором игроку дается 5 классов персонажей и 4 арены для сражений. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Также была опубликована информация о продажах Fallout 4. Игра принесла создателям в дни релиза 750 миллионов долларов за цифровые и розничные продажи. Мы очень гордимся Тоддом Говардом, продюсером Bethesda Game Studios и его опытной командой. Они приложили все усилия и создали еще одну экстраординарную игру, рассказывает Влад Кандонов, президент Bethesda Softworks. Fallout 4 настоящий шедевр. Эта игра прекрасно сделана. У нее великолепный сюжет. Поклонники наверняка проведут сотни увлекательных часов, изучая тайны и решая проблемы потрясающего мастерски созданного мира. Но пока мы с вами охотились, строили дома и создавали удивительных персонажей, в Armored Warfare появились танки девятого уровня. Среди них БМПТ-72, зенитная самоходка Б1 Драка, российский Т-90МС и другие. И еще был обновлен игровой клиент, который весит теперь меньше, всего 3 гигабайта. Подробную информацию вы можете узнать на официальном сайте игры, ссылка в описании. Релиз игры Deus Ex перенесут на август 2016 года. Своё решение разработчики аргументировали тем, что хотят отполировать игру и сделать всё на высшем уровне. Фанат GTA 5 опубликовал на YouTube ролик, в котором попытался воссоздать в игре вступление в знаменитой детской передаче, или пузики. И это у него вышло весьма удачно. Состоялся релиз игры Assassin's Creed Syndicate на PC. События игры разворачиваются в Лондоне в 1868 году. Игра получила положительные отзывы в прессе. Разработчикам удалось избавиться от багов, успешно внедрить новые элементы в геймплей. Но игра по-прежнему не удивляет своей оригинальностью и потихоньку начинает недоедать. В Rainbow Six Siege состоится открытый бета-тест. 25 ноября в бете смогут поучаствовать игроки всех платформ. А для владельцев предзаказа тест начнётся на день раньше. Бета продлится до 29 ноября. Перенос своих достижений в финальную версию игры будет невозможен. В Overwatch с 20 по 23 ноября пройдёт бета-тест. Но для участия необходимо приглашение. Поэтому проверяйте свои почтовые ящики, вдруг вам повезёт. Практически сразу после релиза Star Wars Battlefront в интернете появилась информация о том, что Electronic Arts планирует уделять больше внимания киберспорту. Своё мнение на этот счёт высказал Блейк Йоргенса. Мы занимались киберспортом в относительно мелких масштабах, но сейчас у нас есть шанс выйти на совершенно новый уровень. Конечно, в первую очередь это касается наших спортивных линейок, но серии Battlefield и Battlefront тоже могут стать частью киберспортивного мира. Подробнее обо всём мы расскажем чуть позже. Это хорошая новость для тех, кто устраивает соревновательные турниры по Battlefield. И в будущем команды смогут выйти на новый уровень, который будет конкурировать с CSGO, Warface и другими киберспортивными дисциплинами. В Electronic Arts заявили, что уже работают над новой игрой, которая будет похожа на Assassin's Creed. Летом компания открыла новую студию Motive во главе с Джейдей Рэймонд, исполнительным продюсером первой и второй части Assassin's Creed и Watch Dogs. Это будет игра в стиле Assassin's Creed с открытым миром и упором на одиночную игру. Мы до этого не работали в этом жанре, но недавно наняли Джейд Рэймонд и она со своей командой. Нам поможет. Поделился новостями финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсон. Всем узнаем, что 17 ноября состоялся релиз Star Wars Battlefront. Если говорить про игру, то она выше похвал. Графика шикарна, звук на высшем уровне, динамичная атмосфера, игра не дает скучать, захватывающие воздушные бои. Даже новичок тут сможет быстро освоиться, немного потренировавшись. Но есть и минусы, а именно режимы 20 на 20, которые нужно шлифовать до полного блеска. Конечно, у разработчиков уйдет не один месяц на это, но они справятся. Более подробный обзор по Star Wars Battlefront мы выпустим на днях. В DICE подтвердили, что работа над праздничным патчем Battlefield 4 завершена. Обновление отправлено на сертификацию в Sony и Microsoft. Обычно оно продолжается несколько недель. По предварительной информации, выход патча запланирован на начало декабря. Одновременно с обновлением будет выпущено и бесплатное дополнение. Legacy Operations, содержащая переработанную версию карты Долина Драконов 2015 с Battlefield 2. Скоро Новый Год и команда Extreme Leveling хочет вам сделать приятный подарок. В понедельник, 23 ноября стартует розыгрыш Star Wars Battlefront Elix Edition. Вся подробная информация будет опубликована в группе ВКонтакте. Прими участие и стань счастливым обладателем игры. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok